так сейчас проверим звук когда наконец-таки twitch уже загрузится загрузка есть ладно я думаю со звуком все нормально как обычно и так сегодня мы поговорим про красоту фотографии вот я правда с утра уже об этом думал пока пытался запустить стрим я уже половину забыл но это диалектическая красота фотографии я не так много терминов знаю из псевдофилософии поэтому диалектика это единственное слово которое я знаю и примерно как она работает вот но тем не менее красота и все то что красиво это вещь такая достаточно субъективно и в разных не знаю культурах красивые считается по-разному даже сейчас не знаю если глянуть в континдию то там абсолютно какие-то чернокожие люди просто в какой-то жуткой в хрени цветной абсолютно некрасиво выглядит им эти даже цвета не идут но наверное они также думают про нас в джинсах и всяком таком что мы какие-то уроды вот но тем не менее раздумывая сегодня с утра я пришел к паре выводов что все-таки кое-кое-что есть то есть некие направления в которых можно двигаться чтобы все-таки сделать что-то некое красивое потому что на мой взгляд рассуждение на тему как сделать красивую фоточку она просто бессмысленно и нелогично и не приведет никакому результату да и не может привести в принципе потому что пока ты будешь думать над красотой то в итоге ты не так ничего не сделаешь что мы собственно и видим и вот всякие шарлатанские даже не знаю видео уроки там всяких александрах медведевых которые как научиться делать там красивую крутую фотографию это по-моему бессмысленная херня какая-то которая вообще не отражает сути события а суть события она все-таки глубинная и надо смотреть в корень не на результат который каждый для себя может сам решить как он его добьется ну а все-таки как-то обдумано все это все-таки делать вот ну и отчасти глубинная на мой взгляд это то что фотографии это все-таки зеркало отчасти это действительно зеркало прям такое отражение застывшие в веках вот и нужно зеркалить некие события там ну идея там свою какую-то вот и пока вы не научитесь зеркалить то ничего толкового не будет и и для этого надо разбираться в том обществе в котором ты живешь потому что фотограф который делает красоту для себя это какой-то полнейший идиот и таких но людей множество на всяких фото формах которые просто что-то делают там искусство чтобы творить красота чтобы было красиво и фотоаппарат нужен чтобы как инструмент чтобы делать фоточки красивые конечно это полнейшая глупость вот слишком многое с идиотами общался вот сам уже стал таким вот но тем не менее нет общество у нас рынок потребления ну ладно и в принципе рынок то есть все стремились стремились к рынку ну вот до стремились соответственно ты чтобы сделать что-то красивое должен сделать что-то что у тебя будут покупать потому что ну красиво или некрасиво это определит как ни странно общество они ты сам такой молодец такой вот креативные сам ты конечно можешь сказать что-то гений и сам себе видимо положишь карман свои гениальные достижения вот только расплачиваются ими почему-то не получится в магазине вот ну а уповать на то что после твоей смерти не знаю как после смерти доши все вдруг поймут что у него гениальный рэп был это наверное не не очень перспективно на жизнь я же заплевал вот так что и во первых общество рынок потребления и зеркалить нужно именно его зеркалить нужно рынок вот в рынке потребления есть свои в общем-то законы но это все достаточно сложно я все-таки стремлюсь к более простым определением и не стремлюсь к образованию всяких разных сущностей и всевозможных вирусов социальных из разряда там уровень фотографий качество фотографий вот это все какой-то херни и если еще проще углубиться то у человека как ни странно в голове есть мозг вот он где-то здесь вообще если конечно не у всех вот и как минимум вопрос о красоте он субъективно отражает отчасти на конструкцию мозга вот вот красиво например это вот например фильм когда ты понимаешь что в нем творится вот почему-то сразу красиво если хороший звук еще красивее вот это все почему ну потому что мозг не хочет тратить лишние ресурсы на обрабатывание информации если я ну чем проще информацию обработать тем она лучше и красивее если вы будете топорно сравнивать две фотографии на одной фотографии будет какая-то непонятная херня она другую нечто очевидное ну например как делают журналы типа вога и всякого такого ведь там очевидные образы там красивые девушки и всякое такое то есть это извините это такие вещи которые ну они во первых детализированы они красивы там тонкие линии нормальные цвета если есть какие-то украшения это сразу видно вот и ну выглядит как-то гораздо красивее например вот как я сейчас выгляжу у меня три прожектора на меня светят я выгляжу гораздо красивее чем когда я сидела на меня не светило трех прожекторов вот как-то вот вот как же как же так то вот с фотографии то же самое есть правда другой аспект что все-таки мозг иногда хочет кушать и если ты заставляешь его работать по чуть-чуть но отчасти это хорошо все-таки это улучшает кровоснабжение и вроде бы это тоже нормально то есть и это такие моменты когда ты смотришь на какую-то картину смотря что там нарисовано если это тебя завлекает а завлекает это путем того что она подрубает разные части твоей головы на вот этот вот предмет и ты начинаешь его в общем-то смотреть и пытаться понять что такое ну и это так же ну в общем то выглядит ну и воспринимается красиво но это не говорит о том что можно сфотографировать какую-то просто муть какую-то полную херню там не знаю непонятно это мыльную фотографию или там накрутить контрастов там со словами да я да я делаю шедевры боже мой как красиво нет это должно быть очевидно понятно сразу а потом это интересно рассматривать ну например вот как те же самые художественные картины там всякого боска там да винчи или типа того там в общем-то не не так все сложно нарисовано особенно у того же боски там смотришь на эти фотографии те картины но там такое искусство конечно замечательное вот зато нарисовано многое зато сюжеты всякие есть и вот на вот это смотришь это все даже и очень даже интересно вот эти страдания там круги ады всякое такое вот это красиво объективно это вот правильно напрягает мозг не напрягает глаза слишком сильно потому что понимаешь что там отображено и и это хорошо вот фотографии все то же самое то есть когда мы открываем журнал мы видим абсолютно понятные нормальные понятные образы если даже там есть фотошоп то этот фотошоп сделан не для создания какого-то там непонятного цвета света вот этих карамельных лиц пластиковых а он направлен на усиление очевидности того что ты видишь что это человек там это женщина например она красивая сексуальная и это сразу продается и задействует самое нужное самое большое в мозгу вот собственно особенно у мужчины центр размножения тёлочка да еще такая очевидно красивая вот конечно это продается но можно и с другой точки зрения диалектический взять например еще более более обширно абстрагировать и даже для этого не надо будет знать там как хоть что у человека вообще в голове хоть что-то есть ну вот например мы берем уровень фотографий которые делают обычные люди вот их не отрицание это фотографии которые выкладывают в контактике вот если мы смотрим на фотографии в контактике они все имеют у всех фотографов в общем-то достаточно выраженные черты это чудовищно баке это от полное отсутствие тонких каких-то линий там все линии они какие-то толстые жирные с этим непонятным фотошопом обязательно все утопает в баке в каком-то размытии непонятном там я не знаю в кустах народ фотографируется хер пойми где вот у всей этой картинки есть как ни крути но один свой в общем то такой ярко выраженный налет вот такого вот который размазан по разным людям но это все вот один такой уровень вот дальше мы смотрим отрицание вот этого момента оно было бы каким то есть чтобы сделать свой собственный велосипед велосипед и построить свою собственную фотографию то но нужно задуматься например относительно чего ты хочешь делать ее красивой великой и всякое такое то есть относительно чего народ должен понять что это шедевр то что ты делаешь и вообще круто и всякое такое вот например ты отталкиваешься вот это этих фотографов которые в контактах выкладывают одно и то же что нужно сделать чтобы отзеркалить сделать полную идентичную зеркальную наоборотность то есть ты сразу максимально как можно меньше фотошопа нормальные цвета тонкость линий глубина перспективы ну вот как в кино например когда мы смотрим фильмы там же нету ну правда сейчас это все больше и больше выходит в тренды но в основном когда речь идет о красоте там каком-нибудь боевике в котором надо всю крутость картинки выглядит там какой-нибудь безумный макс дорога ярости мы от начала и до конца видим всю гамму того что там происходит даже несмотря на то что это всего лишь два цвета там голубой какой-то такой коричневый вот но тем не менее когда это батальные сцены мы видим их от начала и до конца вот с таким же успехом например свое время было отрицанием того что происходит ансель адамс и когда все это утопало в каком-то там непонятном пикториализме когда народ пытался сделать на фотографию так чтобы казалось как будто ты делаешь картину и я правда понятия не имею какие фотографии были до анселя адамса но ансель адамс вышел таким отрицанием вот этого всего и сделал свою собственную свой собственный велосипед свою фотографию на диафрагме в 64 полная резкость от начала до конца и показал как можно вот имея полнейшую глубину резкости максимально доступную на тот момент которую которую могла бы быть в принципе вот что можно делать абсолютно также красиво абсолютно также художественно просто надо делать это ну вот так как это делает он и соответственно вот мы смотрим например отрицание вот этих вот фотошопных фотографов из контакта это журналы и сразу понятно вот с такой точки зрения что нужно сделать чтобы например попасть журналы или чтобы ну твоя фотография смотрелась круто вдруг оказывается что надо вот начинать делать не так как делают эти люди и строгости абсолютно наоборот то есть братья делать по-настоящему сложный качественный контент вот дальше например от отрицания этих журналов вот и все это журнальные фотографии мы ну правда сейчас что-то мы как-то не очень видим но то что во всяких влогах европейских было не знаю как оно сейчас есть я чуть за этим не слежу но это фотографии сделанные на вспышке вот то есть это полная ну такая по полное наоборотное отзеркаливание вот конкретно всего этого то есть это опять нет фотошопа нет вот этого красивого цвета вот короче стоя модель в подъезде пыхаем ее в лицо и получается типа как не так как как было а значит это автоматом красиво правда такая точка зрения она на мой взгляд иногда может завести небольшой тупик потому что не очень понятно какие в этом субъективном вещи должны быть ориентиры и что такое ориентир почему он ориентир но тем не менее вот то что было в влогах это конечно ну оно понятно что именно так оно ко всему этому оно должно было прийти но какая-то полная жесть вот ну или например какая фотография была там не знаю в 2000 ну в 2000 году допустим для журналов в 2000 это ну народ просто брал вспышку пыхал в лицо вот и человека видно все это можно печатать в журналах и такое печаталось сейчас про это как-то не особо помнят но я то помню это смотрелось вообще капец как хреново вот однако если мы путем отрицания вот так вот попрыгаем попрыгаем то мы вернемся обратно в этот вот обратно в этот стиль фотографии когда ты пыхаешь и сейчас есть всякие разные там не знаю люди которые снимают на слайда полароиды в принципе они снимают абсолютно то же самое но не знаю ну для кого-то это может нормально для меня не очень вот так что в общем красота это дело субъективное лично для меня это именно вот самый простой метод понять что нужно делать чтобы было красиво и что нужно сделать чтобы начать выделяться это именно вот путь отрицания от какого-то уже имеющегося ну там ступеньки там ну в общем чтобы было от чего отталкиваться потому что если ты просто просто начнешь придумывать какую-то красивую картинку как это советуют например те же Александра Медведева и прочие шарлатаны мне кажется это не ну на успех то оно мягко сказать не обречено вообще никак и скорее всего вы пока будете придумывать ну как оно в результате случается народ придумывает 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 в итоге ничего не делает и ничего так и не знаю можно посмотреть на все например безумных баб например вот женщины тоже творят херню например Зарыковская я знаю что не многие знают но это такая феминистка которая делала порно ролики там у нее не получилось и она возненавидела мужиков и стала феминисткой вот ну что она делала в порно роликах она делала какой-то свой собственный контент то есть танцевала что-то какую-то просто-просто творила дичь и ты смотришь на это и просто ловишь фейспалмы господи ну как так то вот например там какая-нибудь Катерина Прист если кто-то тоже не знает это зататуированная модель которая утверждает что она не снимается в порнухе но при этом она там я не знаю тоже на кухне точно так же танцует делает просто какую-то дичь вместо нормальной порнухи на которую можно смотреть и это тоже не вызывает никаких я даже не знаю положительных эмоций и то есть опять же в в современном обществе потребления к которому мы пришли вот о рыночной экономике тут нет таких понятий как не знаю там как в СССР было любовь это любовь там у нас секса нет у нас любовь или там сниматься в порнухе да вы что это плохо нет хорошо и чем раньше ты этим займешься там начнешь эксплуатировать сама у себя там разные там в семнадцать лет тем лучше ты сможешь заработать денег вот и очень странно что никак это не понимается и отчасти это также проблема в нашей стране потому что чтобы зеркалить общество надо его понимать а вот ты видишь что тут немножечко еще от СССР слишком до хрена осталось плюс это все никак не перейдет в русло рыночная экономика где все друг друга просто будут посылать собственно как оно в Америке происходит там никакого уважения друг друга нет да конечно все улыбаются но если ты накосячишь тебя покроют матом без всякого уважения объяснять тебе что ты тупой мудак вот у нас еще что-то какие-то там принципы что-то там общаться надо нормально человеку нельзя писать сразу сходу что он мудак вот вот всякое такое у нас еще что-то все еще косят непонятно правда под что вот ну и так же разнообразие наше по крайней мере в нашей стране оно конечно печалит если брать те же американские ну там не знаю блин я уже забыл этого автора стрит фотограф который не помню в каком году это дело фотографии короче там все фотографии они такие очень геометричные но народ вместо того чтобы понимать именно суть того что в европе все сходят строем от начала и до конца потому что там все такие люди застывшие вот в шаге они прям все вот такие вот вот просто там все квадратное все квадратные люди даже ходят квадратно полный ордн то есть все абсолютно одинаковые то есть ты видишь все люди идут на работу никто не шар шарахается непонятно где вот все вот целенаправленно вот куда-то идут работать этим кстати например очень красивые фотографии из там америк потому что это полнейшая дисциплина полнейший ордн вот все красиво улица благолепна там везде все вот там не знаю надписи совпадают все друг с другом вот если это просто фотография уже просто красиво вот у нас конечно с этим проблема потому что отражать не очень понятно чего и главное отрицать не очень понятно чего то есть если пытаться сфотографировать вот отрицание бардака на улице ну то это вообще невозможно сделать потому что где найти место в котором бардака нет вот если пытаться делать отрицание вот людей которые вконтакте выкладывают всякую херню ну тоже ну тоже такое себе но с другой стороны у нас есть например целый уже ученые форумы которые отрицают лжеученых то есть лжеученые вышли как отрицание ученых теперь ученые отрицают лжеученых и это какой-то на мой взгляд зашквар но тем не менее даже есть уже даже такое то есть вот подобными вещами заниматься абсолютно нормально вот ну а технический вопрос того как конкретно это сделать это ну конечно вещь непростая и технический вопрос он действительно крайне сложен вот например я вот накупил себе вспышки ну комплект света это не вспышки это постоянно свет и до сих пор не могу понять как его правильно на лицо поставить чтобы получилось как фотография какого-нибудь Ирвинга Пэна контрастные красивые с другой стороны если делать не контрастную и не красивую фотографию красиво все равно не получится потому что тут включается уже восприятие человеческое а воспринимать объемную картинку а объем рисуется за счет изменения контрастов от светлого к более темному это гораздо легче и проще поэтому бесконтрастная безобъемная картинка она красиво не выглядит изначально потому что так устроен человеческий мозг и вот к сожалению отрицать строение человеческого мозга невозможно никак и ничего крутого из этого не будет наоборот лучше именно к этому стремиться к достижению нормального результата который будет нормально восприниматься вот потому что это отражение собственно строение головы вот красивые фотографии красивые всякие художества вот ну как то так если у кого то есть вопросы там спешите пишите спрашивайте на самом деле пока я обдумал этот вопрос я что то напридумал больше половину забыл потому что тупой до охерения вот если есть какие то вопросы спрашивайте но в любом случае то есть в любом случае смысл в том что плодить сущности и пытаться непонятно с чего придумывать красоту это не ведет к результату это ведет просто в какое-то уныние и ты просто будешь стоять на шахматной доске а надо бежать как можно быстрее вперед вот а также еще стоит задуматься о том что ты должен для людей это делать для оценки вот чтобы было что оценивать и на мой взгляд с такой точки зрения тоже гораздо более эффективно и как то гораздо более проще взять и начать что то делать и начать делать какую то красоту потому что ты задумываешься о том как это оценят люди то есть то есть то есть ты делаешь фотографии думаешь об оценке окружающими то есть ты делаешь то что можно оценить в условиях рыночной экономики в которой все оценивается ну например на деньги и вот и это гораздо больше поможет понять что например то что делал Максим Доши это конечно замечательно например вот я его тут просто недавно нашел и господи вообще если задуматься и сделать аранжировку этим песням то выглядят то они очень неплохо вот прям даже прикольно но Максим Доши как гений первопроходец он мягко сказать это для него пелена через которую он просто не может увидеть как то надо было сделать нормально вот но с точки зрения вот оценки как как это люди оценят то enforcement зид умеет а instruct это потому что я бы так то выкладывал вообще все подряд но не думаю что это кому то нужно вот ну и короче вот как то так задумайтесь над этом над этим задумайтесь над красотой задумайтесь над тем что вы хотите сделать задумайтесь над всякими шарлатbai шарлатанами, которые не предполагают вообще никакого уровня, от которого ты должен отталкиваться и относительно которого ты должен формировать свой будущий контент, например, человеческий мозг или там отрицание-отрицание или метод оценки, плюс вот это все будет прям вообще замечательно, вот, но красота все равно это вещь субъективная и в зависимости от времени она меняется, а чтобы понять, что конкретно сейчас красиво, ну не знаю, стоит просто выйти на улицу и посмотреть, как все вокруг, что все вокруг, стоит зайти в интернет и посмотреть, какая фотография в интернете, даже не знаю, стоит посмотреть на журналы, например, и станет понятно, почему именно в такая фотография попадают журналы, а всякое говно фотошопное попадает во всякие там, не знаю, региональные журналы, типа Максима и всякого такого, в мировой вог почему-то не попадает то есть почему именно так а потому что потому что то там как там так не делает большинство так делают единицы то есть это конечно очевидно но единицы это именно делают потому что они не делают как все остальные я понимаю что это такую раборус вот но тем не менее до вопрос технического воплощения этих мыслей конечно тут не раскрыт но тем не менее может это будет кому-то полезно пишите спрашивайте задавайте комментируйте зачем ты снимаешь эти видосы если импакт от 0 господель я давыдов как ты достал вот пишите и всякое такое